И всем привет, ребят, с вами Страманька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас на обзоре новое устройство, которое появилось сегодня у нас в челлендже, а именно рельса поджигающая, которое в последнее время я часто встречал в матчмейкинге, и один раз даже она меня очень сильно удивила, тем, сколько киллов один игрок набил на ней в бою, и поэтому сегодня вместе с вами мы протестируем это устройство, решим, стоит ли покупать боевой пропуск, если его покупаете, вы его исключительно ради получения нового устройства, а именно устройства на рельсу с поджогом. Сыграем сегодня, я думаю, что на харьке, сыграем также на викинге, надеюсь, что получится записать два хороших боя с этим замечательным устройством, ну а больше, ну в принципе, в этом замечательном челлендже, кроме вот этой вот рельсы с поджогом, наверное, устройства и нету, да, WASP у нас, ну и всё. Поэтому надеюсь на то, что получится интересно, по режимам сегодня мы сыграем TDM-очку точно, а что у меня тут ещё по заданкам есть? Есть штурм, есть контроль точек, но я думаю, что вот тогда мы TDM-очку и контроль точек вместе с вами сегодня скатаем, на хоре рельсы сыграем TDM, ну и на викинга рельсы сыграем уже ЦП-шечку. По дрону будем использовать сегодня бустер, тот самый дрон, который даёт вам возможность играть постоянно с DD-шкой, и ещё эта DD-шка будет наносить ещё больший урон, то есть не просто повышенный, не просто двойной, но ещё больше, да, то есть насколько там бустер вроде на 30% сейчас увеличивает, ой-ой-ой, не туда нажал, вроде как на 30% при фулл прокачке увеличивает, да, всё верно. Надеюсь на то, что эта рельса будет наносить хороший урон, но из вот этих вот устройств, которые мы тестировали на рельсу, я точно помню, что я смотрел ЭМИ-снаряды, и эта рельса была довольно-таки неплохая, но как себя покажет рельса с поджогом, я вроде как понимаю, что поджог должен быть максимальный, такой же, как у молота, и самое главное, это чтобы у нас не было иммунитетов от поджога, да, если иммунитетов будет мало, то мы вместе с вами сможем очень часто наносить поджог по противнику, ну и вероятность критического урона, посмотрим сейчас, насколько большая. 1600 урона вылетает с рельсы, рельса вообще, по моему мнению, сейчас не находится в хорошей мете, и это та пушка, которую, ну, я бы, наверное, стал бы даже апать, да, всё-таки, ну, когда ты наносишь 1600 урона, да, и при этом эта пушка является, ну, довольно-таки, скиллозависимой, да, то есть, если ты промазал, как я сейчас, например, три раза подряд, да, то урона ты, соответственно, по противнику не наносишь, а если ты играешь, например, на условном, там, твинсе вулкане, то попасть по противнику, ну, согласитесь, в разы-в разы проще, чем это сделать на рельсе, при том игроку, который на этой рельсе в последнее время не играет часто, блин, как-то надо набайтить этого шафта, не знаю, как это сделать, поэтому просто даю выстрел, а у него иммунитет от поджога, я понял, прикольно, вот так вот, иммунитет от поджога у молодого человека, и я, в принципе, ничего, к сожалению, нанести ему не смог. Ну, ладно, сейчас мы немножечко разыграемся, понятное дело, что я не рельсовод, и тем более не играл на этой пушке уже, ну, где-то, наверное, месяца два, так точно, может, даже больше, вообще не одевал ее, в принципе, ни разу, да, поэтому чуть-чуть будем сейчас тут косипорить, плюс еще непривычно то, что она у нас разжигается довольно долго, но поджог вроде как наносит неплохой, вроде как неплохой, главное, чтобы эта вероятность критического урона тоже была большая, тогда будет вообще бомба, прострела нету, я понял, хорошо, тогда с подъемчика дадим, ага, алиса без крита, нанесем еще одну, тоже без крита. Критов маловато, если честно, думал, что критов будет побольше, как-то эту рельсу можно было бы поконтролить, если честно. Немножко у меня фпс даже просело, чего проседает фпс? Ох, хорошая с поджогом залетела, но почему-то мне даже кажется, что это не максимальный поджог, почему-то мне по ощущениям кажется, что это не максимальный поджог, кажется, что поджог должен быть еще сильнее, На молоте, вроде как, он выглядел поинтересней Поинтересней Здесь как-то, ну, такое-се Мне бы хотелось лично, чтобы этот поджог был ещё жёстче Так, полторы тысячи урона Этот, наверное, молодой человек, да, с иммунитетом Да, это очень большая проблема, что сейчас очень большое количество игроков имеет иммунитет от поджога Соответственно, такие устройства, они не актуальны, абсолютно не актуальны В матчмейкинге, да, и вот та же самая рельса, например, с Эмми В этом бою бы себя показывала намного-намного интересней, как по мне Да, может быть, конечно, и получалось бы где-то тоже попадать на иммунитеты, да Вот, например, у противника есть один иммунитет Но всё равно это было бы намного-намного реже Намного реже бы встречались бы такие игроки Ну, ладно, окей, хорошо Пробуем всё равно давать максимум Посмотрим вообще, сколько киллов можно за бой на этой рельсе наколотить Пока что вы сами всё видите Во-первых, я очень много промахиваюсь Во-вторых, во-вторых, иммунитеты и урон не является столь большим Хотел по верхнему выдать шафту Блин, летит в нижнего Хочу по верхнему, летит в нижнего Ну и что я должен делать в этой ситуации Как я должен наваливать, если у меня лет... Ещё и сколько резов от рельсы Офигеть! На ней никто же вообще не играет в матчмейкинге На ней никто не играет, от неё столько резов 5 резов От рельсы Да ну нафиг А, ну ладно, против 2 века рельсы, да? Но всё равно, я не знаю Ну, это же очень много резистов Это прям нереально большое количество резистов Столько бы резистов одевали бы от страйкера Одевали бы от, не знаю, там, вулкана От шафта, который жёстко нагибает сейчас Они одевают резисты от рельсы Ещё бы от грамма одевали бы резисты Вообще было бы идеально Но пока я очень сильно недоволен Ну блин, ну мне ещё сбивают, мешают Боже, ну как можно играть вообще на этой рельсе? Как можно на ней вообще катать, в принципе? 8 на 6 у меня счёт, ужас Просто ужас 2000 крит по оппоненту, при этом у него есть иммунитет И что я ему сделал? Правильно, ничего не сделал я ему Нанёс просто тычку С маленьким уроном Шафт мне прилетел Всё, габелла Я уехал Я уехал 9 килов за 5 минут Это ужас Это просто ужас Я даже, честно говоря, не знаю Где здесь реализовывать овердрайв И сколько вообще рельс можно выдать? Наверное, две рельсы можно с критом выдать Две рельсы с критом На харьке прям вообще максимально неприятно играть Не знаю, мне не нравится На харьке мне прям вообще не нравится Меня просто вулкан какой-нибудь сбривает В секунду просто Просто в секунду Ещё и при этом он имеет иммунитет от поджога И шансов у меня на реализацию нет вообще никаких Ну, блин, ещё молодые люди, которые мешаются Это тоже отдельный вид игроков Отдельный вид искусства Так, полторашку всунул По иммунитету Оп, хорошо, ещё полторашек залетел Критованный Вулкан всё пытается меня слить Пытается меня уничтожить Блин, ну это габелла, конечно Офигеть Да ну нафиг Куда я поехал? АП, больше я туда не поеду Ничего себе у меня там мир Как тебе его слить? Блин, хотелось бы его уничтожить Хотя бы, чтобы его мины слетели Офигеть, сколько он там мин населил Это мамонта шафт называется Вот это мамонта шафт элла Так, братанчики, дайте я проеду, пожалуйста Дайте я чуть покидал О, покидал урона Не, ну это ужас Я расстроен Очень сильно расстроен Очень сильно расстроен В принципе в рельсе В моей игре на рельсе И в том Сколько резистов ещё от этой пушки есть в матчмейкинге Зачем они берут вообще эти рези Для чего? Мне непонятно Мне вот интересно, ребят Напишите в комментариях Играете ли вы на этой пушке Интересно ли она вам сейчас вообще В принципе Монеток Вообще непонятно Зачем столько Использовать Ну и видите, ещё аптеки прожимают И всё И мой поджог Сразу контрится Аптеку прожал А если бы я на Эмме был бы В рельсе То что было бы правильно? Они бы аптечку прожать не могли У них был бы кулдаун расходки И я бы Сразу бы мог бы добавить Следующую рельсу Да, то есть Ну вот Уже в этом компоненте Рельса с Эмме Смотрится намного интереснее Чем рельса с поджогом Уже просто вот В таком компоненте Не знаю, честно Как молодой человек В бою один раз Когда я вроде как Либо видос записывал Либо стримил Набил на этой рельсе 60 килов Я не знаю, честно Как можно на ней набить 60 килов На ней-то 30 набить за бой Тяжело Особенно, когда такое большое количество Резистов и иммунитетов против А он набивал 60 Но может быть Еще зависит как-то От карты Может быть Более удачная карта И тогда у вас Больше шансов На Расстрел противника Но Пока что Все очень-очень грустно 56 на 80 Мы проигрываем Ой-ой-ой Не полетело Давайте прожмем Овердрайв Попробуем слить Лак Ну, в принципе Прикольно В принципе Дефолтный матчмейкинг Да, как говорится А Реализация овердрайва Бомбическая Залетела Кайф Класс Бомба Топчик Я даже Получается урон По тому Молодому человеку Даже не нанес Как будто Как будто Я его даже Не нанес Ну и количество Критов Тоже на этой рельсе Очень маленькое Мне непонятно Честно Почему Рельсу В свое время Так сильно Занерфили И теперь ее Вообще никак Не хотят Вносить В баланс И не хотят Ее апать Ну это очевидно Что эта пушка Максимально жестко Занерфлена И она Неактуальна Ну просто Неактуальна То есть от нее Смысла ноль Просто ноль Она ничего Не может сделать Просто Ничего И какие бы ты Тут устройства Не использовал Урон на ней Крайне 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 Маленький Крайне Маленький Единственное Там устройство Которое Можно Как-то Более-менее Реализовать Это Дестабилизация И Рельса С прострелом Да То есть Есть режимы Где это может Сработать Но в общем и целом Это все равно Фигня Это очень слабо Это очень слабо У нас сейчас есть Очень большое количество Пушек Которые находятся В мете И если ты начинаешь Их сравнивать С этой рельсой Или например С громом То они даже Близко не стоят Даже близко У них нет Никаких Шансов Просто Никаких Ладно Пробуем 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 Хотя бы До 30 Доплыть 310 очков У меня За 11 минут Мне даже Ну Стыдно смотреть На эти цифры Если честно Это очень мало Еще и рельса Не залетает Как она не залетает Я не понимаю Шафта Будет этого слить Шафт меня просто Ваншотает Я не знаю Что вам сказать Надеюсь Что на викинге Будет поинтереснее На харьке Прям максимально печально Надеюсь Что викинг Покажет Как-то поинтереснее Эту Замечательную Пушку С этим устройством Но Если Вы берете Челлендж Исключительно Ради устройства Да То Я вам могу сказать Что это явно Не то устройство Ради которого Стоит брать челлендж Ну явно не то Даже Ну вот Даже если Вот вы Прям максимально Жестко Будете играть Будете попадать Каждую рельсу Да Я там попадаю 50% Вы будете Попадать Каждую рельсу Это будет Все равно Мало Это будет Все равно Слабо И почему то еще Прострелами Какие то проблемы Это не особо Залетает Раньше Может я просто Корпус особо Сильно не качаю Как то Как то по ощущениям Что то не то Что то Что то Что то не то Вон 3000 Хотя бы его уничтожат Так Реку А нет Там прострел Нет нифига Я раскатал губу Захотел прострел Какой увидеть Таких прострелов В жизни Нет 100 урона Дал Нифига себе 170 урона По молодому Залетел Вот это урон Я понимаю Тик раз Тик два Все Два тика Прожимает Аптечку Следующий выстрел Без крита Еще один Еще один выстрел С критом Раз Тик Два Тик Три 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 Уничтожил Но там было бы Наверное Четыре Пять Пять тиков Наверное Было бы Пять тиков По 1600 Ой по 1600 По 160 Это что получается У нас Это 800 урона Но это мало Это мало Это явно мало 1600 Еще количество критов Очень маленькое Почему-то Раньше мне кажется Что количество критов С этой рельсой Тоже было больше Сейчас их как-то Маловато 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 Будет Маловато Маловато Так Надо овердрайв Диктатор Раздай по-братски Дик Дик дай овер А Понял 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 Хороший овердрайв Рабочий Рабочий Фомбический Так Ну и в очередной раз Шафт О Найс Он до сих пор Не знает Что такое нулевой урон До сих пор Этот молодой человек Не знает Что такое нулевой урон 1500 Но его вообще Невозможно слить Еще 1500 Я ему дал Может сейчас Он сольется 800 Наверное Даже не было смысла По нему накидывать Так Ну до 30 килов 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 я уже походу Не успеваю Да 24 кила 24 кила У меня Ой Хорошая Залетела Душевная Ой Ой Ну все Короче Наигрался я походу Или нет Чуть Поиграю А Еще Одна Реза Тогда точно Наигрался Я удивлен Честно Я Я даже не то что удивлен Я поражен Я поражен Тем количеством Резистов От этой пушки Просто поражен Зачем Столько резов Игроки Используют В матчмейкинге От пушки Которая Вообще Не нагибает Ну прям от слова Совсем Не нагибает А резов От нее Ну такое Количество Как будто Я не знаю Как будто Это лучшая Пушка игры Ну серьезно Ну типа Ну зачем Столько резов Брать Мне непонятно Ну и плюс Еще иммунитет От поджога 26 кило В закатку Боже Как это мало Это просто ужас 1.37 УП Ну хоть Цифр красивый Хоть что то Может меня порадовать Так Ну пробуем На викинге Пробуем в цп На викинге Я не знаю Быть может Там что то получится Быть может Там у нас Эта рельса Раскроется И я сейчас На ней Как 70 кило В тушану И скажу Что это лучшая Пушка игры Я честно Не знаю Но пока У меня Максимальное Негативное мнение По поводу Этого устройства И по пушке В целом Она вообще Не в балансе Ну прям вообще Не в каком балансе Она просто Убита Ох Шикарная карта Ептить Вы просто посмотрите Вот я запикиваюсь В катку И от рельсы Уже 4 реза Уже 4 реза 4 Вы покажите мне Хоть одну рельсу В этом бою Хоть одну Или вообще В матчмейкинге Чтоб кто то На них играл Ладно в прошлом бою Было 2 рельсы Я не знаю Зачем они на них играли Но Блин На них никто не катает На них никто не катает На этих пушках И В бою Столько резов Просто Такое большое Количество резистов Это ужас Это просто ужас 600 крит Уничтожу я его Вообще А у него спасатель Да Да у него еще и спасатель Офигеть Он завязал аптеку У него еще сверху спасатель И сейчас еще в этой катке Те 2 человека У которых нет реза От рельсы Они переоденутся И возьмут их Я вообще офигею Я просто офигею Там этот васп залагал Да Блин Ну так рельса Долго заряжается Что ее еще перевести Можно Успеть Зарядка Конечно у нее очень Вернее Не зарядка А запуск Запуск самой рельсы Очень долгий Прям очень долгий Рельс заморозил Пробуем Нормально полторушку В сумму 4 кила 4 кила Так Овердрайва Здесь у нас не падает Соответственно Единственная возможность Получения Овердрайва Это большее уничтожение Противника И захвата точек Дополнительное Получение Процента овера Тогда может быть У меня будет их Чуть-чуть побольше Ну сколько вообще Закатку их реально Прожать Как раз наверное Сейчас У нас не будет здесь Досрочки в этом бою Можно будет посчитать Сколько овердрайвов Я вообще Здесь сумею на Викинге Накопить закатку Ну резисты Ну резисты Это просто Сейчас посмотреть Еще иммунитеты есть Хорошо Хоть противники Друг другу сбивают Иммунитеты Иммунитет От поджога Один иммунитет И два И две защиты От поджога Олекс 6800 ГС Интересно Кто это Интересно Что это за Молодой человек Играющий С резистом От поджога По 200 урона 200 и 400 Хороший урон 1300 Это я был Под заморозкой Без заморозки Не успел застрелить 600 Так Сквозную Офигеть Даже сквозная Не заходит Хотя говорили Что пофиксили Говорили Что пофиксили Говорили Что Теперь что то Можно даже Сделать Ой Какая она Медленная Че она такая Медленная Ой Ужасно Медленная Мне не нравится Еще и рельса Без урона Без урона Залетела Без урона Сквозная По второму Не залетает Рельса Зажигается Медленно Эффект Поджога Очень слабый Ужас Сколько минусов Нереально Большое количество Минусов Большое количество Резистов Большое количество Иммунитетов От поджога Не не Это просто ужас И моя печальная Игра Еще До кучи До кучи Моя печальная игра На ней На этой рельсе Я в шоке Я просто В шоке Я в шоке Я в шоке Я У шоке Господа Господа Я в шоке Я честно Не знаю Даже Я даже И не знаю Шо Робыть Хлопцы Шо Робыть Ты Шо Робыть Хлопцы Шо Робыть 3000 Луна 50% От рельсы Мы еще и катку проиграем 13 телов у меня за 5 минут Это уже по серьезней чем на Харькене Это уже чуть больше Это уже как будто я Вообще жутко наваливаю Еще бы попадал научиться Но ему Офигеть Видите Что он делает Просто Он заигнорил того типа Который ему в упоре Урон наносил И просто запушил меня Да Прикольно 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 Так Там купол Титан Уже прожал Я не знаю Поджог Хоть залетит Какой нибудь Даже поджог Не залетает Вероятность критического урона Тоже маленькая Это можно тоже в минусы записать Если что Вы можете Что составить Просто из видеоролика Перечень минусов Этой рельсы Вы можете Просто Перечень Ну блин Я бы хотел Овердрайв прожать У нас два тиммейта В этот же тайминг Прожало овер Когда мне его Теперь прожимать Такое скопление Найти Там было как раз Неплохо Четыре противника Было в одной Вместе Было очень неплохо Можно было Смело прожимать Так Направо Пушить двое Мы сейчас их Сбреем Или тут слить По их Первого Так слил А можно наверное Начать с этого И перевести на центр Блин Еще бы ДДшка была бы Блин Она так долго Заряжается И кстати Говорили что Пофиксили Вот эту тему То что Последний выстрел Залетает на рельсе Но по факту Он не залетает Все так же само Он уходит В перезарядку Типа зажигается Но Он уходит В перезарядку Говорили что Это пофиксили В общем Я недоволен Очень сильно Я очень сильно Недоволен 19 на 12 Так Нулевой урон Благо без крита И еще один выстрел Без крита И еще один выстрел 1200 С критом Аптеку сбили Чуть-чуть Нанесли Добавка Без крита Еще два выстрела Один крит Два выстрела Без крита Один крит Два выстрела Без крита Три выстрела Без крита Вероятность Выпадения Критического Урона Сотрясующий Маленький Офигеть Да ну Как А как вообще Тогда на ней Нагибать Как на ней Можно нагибать Объясните мне Пожалуйста Что можно делать В бою Что можно делать В бою На этой рельсе Да ты ничего не можешь У тебя ведь Еще и четыре реза Просто четыре реза На Скушай Четыре резиста Скушай Она не нагибает Но мы четыре реза Берем от нее Кто берет Матчмейкинги Резиста Три риса Я в шоке просто Че и точки Все сливаем Пробуем Что-то пробуем Надо выиграть Хотя бы эту катку Надо выиграть ее Будет неплохо 3000 Блин Викинг Овердрайв Прожал У нас вроде Команда неплохая Стараются По точкам едут Стараются Выиграть Можно было Тройную Выдать Чуть-чуть Бо пораньше Была бы Она бы Я думаю Не залетела бы Как всегда Эта тройная Как всегда Бо полетела бы Только по одному Еще 600 Без крита А изида вообще С чем? С эмпиризмом Ну конечно Дефолт Дефолт Изида Эмпиризм Подсадил Хоть чуть Покатая Идись Прокачу Че-то Че-то Прокачу Хоть немножко Хантера Без изида Ой Хантера Без аптеки Оставил Без изида Ну и будет Сейчас у меня Овердрайв Надо его Как-то прожимать Третий Овердрайв Будет уже На Викинге За катку В принципе Копится Не так медленно Если честно Я за такую Катку Три Овердрайва Своими Своими силами Могу накопить Это наверное Неплохо Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо я поражён если сказать вкратце то я поражён просто поражён конкретно поражу слабее пушки в игре нет но ее просто нет даже магнум мне кажется сильнее чем эта рельса даже гром сильнее чем эта рельса она просто никакущая никакущая с этим устройством так точно с этим устройством сто процентов так у нас еще три точки забирают до кучи до кучи еще три точки у нас улетает кстати так и не понял у кого иммунитет от поджога но в принципе и без разницы у кого нет когда у тебя крит раз в год принципе это не имеет особо никакого значения это количество критических уронов у тебя очень маленькая так мы захватили точки юху мы захватили точку мы может быть еще захватим и не захватим к сожалению не захватим к сожалению нас нагибают к сожалению даже еще и потеряли мы все точки 68 процентов овердрайва у меня я уверен что если бы играл бы на какой-нибудь интересной пушки да даже на изите с вампиризмом если бы с паладином условным играл мы бы эту катку выиграли вообще без особых проблем я бы мог бы неплохо подсаппортить своим тиммейтом мы бы выиграли что но редко встречаются в матчмейкинге команды которые реально хотят выиграть эта команда хочет выиграть эта команда старается эта команда едет на точке и эта команда пытается составить конкуренцию своему оппоненту до конца борется но увы этой команде всем чем я могу помочь это рисуй которая наносит по 300 урона и которая которая набивает 30 килов за 15 минутную матчмейкинговую катку ну вот все что вам нужно знать об этой замечательной рельсе в принципе и мы не тянем просто не тянем у нас на первом месте вообще qq и кивикинга рикошет на первом месте викинга рикошет понимаешь что викинга рикошет с тем что он сейчас тоже находится не в крутой мете хоть его даже и а поле но я если честно это лапы не заметил на нем викинга рикошет намного лучше чем викорельс это ну просто просто факт может как она долго еще заряжается один килл за овердрайв на викинге один килл за овердрайв на викинге челс вальтуху крутит на мне но давайте пробовать выигрывать но я верю в то что мы можем выиграть я не знаю я реально верю что мы можем выиграть эту катку у меня правда больше овердрайва не будете что-то как-то про тупил поторопился она будет не жать и поторопился с этим овердрайвом чуть-чуть так тесла нагибает молодец в три точки контролируем за счет контроля трех точек у нас кстати еще шанс потянуть попробовать по крайней мере пробуем захватить не отдать захватите не отдать давай 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 блин оси точки ушли 29 26 1 уходит под захват 45 процентов кстати может быть или еще успею овердрайв накопить под самый-самый конец быть может он у меня будет под самый конец гаччел на рельсе грамотно ой на рельсе говорю на хантере решил грамотно сыграть и хорошо он шел долетел к викинг поражал овердрайв поджог я ему сунуть успел без аптечки оставил тиммейта одну контролируют еще на одной пытаются что-то сделать на одной противник прожал овердрайв минута надо захватывать надо захватывать надо захватывать на быстренько захватывать хорошо правую забираем и теперь на контроль центра падаем контроль центра викинга рикошет прожимают овердрайв чуть по цели из хотел крита нанести крит не залетел века и зида пул пачкой накидывает тиммейты страхуют красавчики красавчики держать надо было еще было не откатываться 30 сек мы теряем две точки правую пытаются наши тиммейты забрать левую захватили викинга минусу и на 0 5 на полный минус минусуем центральную забираем три точки под наш контроль остается очень мало времени у меня появляется овердрайв выжимаем еще овердрайв все три точки у нас под контролем и это успешная победная катка в матчмейкинге ну вот так вот бывает когда у тебя есть хорошая команда которая реально старается и хочет выиграть 1000 очков я набиваю за бой и 40 килов если подвести итог скажу сразу если вы покупаете этот челлендж исключительно ради этой рельсы то это явно не то устройство которое вам нужно гипер пространственные снаряды в этом плане смотрится намного интересней но по пушке в целом я поражен я удивлен я расстроен очень сильно расстроен эта пушка полностью убита и от нее еще при этом раскладе есть резисты и я не понимаю честно я не понимаю зачем берут резать не она не может ничего тем более с такими устройствами пишите что вы думаете по этому поводу пишите что вы думаете по поводу рис и поддерживать видос лайком подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики надеюсь на то что риса в ближайшем будущем будет в лучшем балансе и и апнут и на ней снова мы вместе с вами начнем играть мне на этом все спасибо за просмотр всем удачи и всем пока спасибо